В 1990 году в нашей стране появился Союз Женщин России. Сегодня это главная женская организация. В 2018 году указом Президента Российской Федерации в Союзу Женщин России был присвоен статус общественно-государственной организации. В ее бюро входят представители ряда министерств России. Филиалы организации действуют практически во всех регионах, в том числе и в Карачаево-Черкесии. Каким был минувший год, какие проекты были реализованы, над чем предстоит поработать, мы попросили рассказать руководителю регионального отделения Союз Женщин России Марину Барлакову. Марина Рамазановна, здравствуйте. Прежде чем мы начнем наш разговор, давайте напомним нашим зрителям, какие задачи ставит перед собой общественная государственная организация Союз Женщин России. В чем ее главная цель? Союз Женщин России изначально преследует несколько целей. Это здоровая семья, здоровая нация, это образование, это культура, это медицина. В общем, все области жизнедеятельности человека, в частности женщин, которые принимают участие в этом, они все задействованы. То есть Союз Женщин не безразлично, как живет и чем живет сегодня современная женщина. Марина Рамазановна, а что из вышеперечисленного удалось, из всех проектов, о которых вы говорили вначале, удалось реализовать вашему региональному отделению? Есть чем похвалиться? На сегодняшний день я не могу сказать, что нам есть чем похвалиться именно в этих аспектах, но та задача, которую мы ставили для себя, организовать женсоветы в сельских поселениях, привлечь туда активных женщин и проводить определенную работу, вот с этой задачей частично мы справились. Хочу сказать, что мы создали очень хороший женсовет Вауля-Даги-Хабль, создали женсовет в нашем селе Дружба, вот, и привлекли туда очень активных, трудоспособных и женщин с активной жизненной позицией. Конечно, за эти два года основной целью Союза Женщин России, именно нашего регионального отделения, стала помощь участникам специальной военной операции, поэтому мы все свои силы задействовали в этом направлении. Сегодня женсоветы, те, которые я озвучила, возглавляют, вот, в частности, Вауля-Даги-Хабль, возглавляет Зарема Асланукова, она является мамой участника СВО и очень активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи. В самом начале этого года, непосредственно здесь, в нашем кабинете, в офисе Союза Женщин мы чествовали молодых людей, которые активно помогают и доставляют этот гуманитарный груз непосредственно по тем точкам, которые, как бы, обозначены у них. Вот, поэтому сегодня основная работа — это сбор помощи участникам СВО, детским домам, госпиталям. Вот здесь, в селе Дружба, значит, мы организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Наше хозяйство выделило один из своих объектов под это дело. И наши активисты, члены Союза Женщин, они, значит, денно и нужно собирают и отправляют гуманитарный груз в разных направлениях совершенно. Кроме того, хочу вам сказать, что в прошлом году мы провели мероприятие оригинального значения. Было посвящено это мероприятие Дню Матери. И на этом мероприятии мы чествовали матерей участников СВО. И одна из мам изъявила желание рассказать свои стихи. Это Мадина Гашокова. Она член нашей организации. Мы ее в прошлом году принимали. И знакомились с ней в прошлом году на таком же мероприятии. Чуть позже я к ней подошла, поинтересовалась, давно ли она занимается творчеством. Она сказала, что давно пишет стихи и разноплановые. Я поинтересовалась, а есть ли сборник, изданный ее творчеством. Хотела ближе познакомиться. Она говорит, к сожалению, это моя голубая мечта. И, знаете, взгляд у мам участников СВО совсем другой. Они постоянно, знаете, наверное, находятся всеми мыслями и сердцем со своими детьми. И на тот момент меня ее слова, ее взгляд настолько задели. Я подумала, почему бы ей не помочь издать этот сборник. Почему бы не помочь именно маме участника СВО осуществить ее мечту. И таким образом не только ее порадовать, а порадовать ее ребенка, который находится там, который защищает интересы нашей страны. Я связалась с руководителем книжного издательства, с Розой Бадиновной. Я озвучила ей такую, значит, ситуацию. Она говорит, проблем нет, Мария Рамазановна, пусть она подойдет. И мы со своей стороны постараемся помочь ей с ее рукописью. И вот это все так быстро закрутилось, завертелось. Буквально в течение месяца вышла книга. Вот 17 января была презентация уже этой книги. И мы от нашего регионального отделения сделали подарок Мадения, 100 экземпляров этой книги. Мы подарили, организовали фуршет, организовали всякие такие приятные сюрпризы. Вот, на самом деле она была очень тронута до слез. То есть, получается, издание этой книги вы и спонсировали, и издавали, и провели презентацию, правильно? Да, да, да. Презентация проходила на площадке Дома печати. Мы попросили руководителя Дома книжного издательства в содействии помочь нам провести это мероприятие и выделить нам эту площадку. И вот на этой площадке принимали участие и общественники, и Министерство по делам печати. Союз Женщины России – это не просто общественная организация, она имеет статус государственный. Соответственно, органы власти на местах должны оказывать всяческое содействие региональным отделениям. Скажите, вам кто-нибудь помогает в Карачаево-Черкесии? Ну, смотря как эту помощь расценивать. В плане содействия организации каких-то мероприятий, помощи в организации именно привлечения определенной аудитории, конечно, в этом направлении у нас отказа не было никогда. Мы, если обращаемся, мы эту помощь получаем. А финансовая? А финансовый аспект, конечно, Союз Женщин России сам финансирует. Это в основном средства поступают к нам с Москвы. А регионально это только вот разве что я сама как меценат могу себе это позволить. 2024 год в России объявлен годом семьи. Мы знаем, что один из проектов Союза Женщин России, который он реализует, так и называется. Крепкая семья, стабильное государство. Марина Рамазановна, как будете работать над этим проектом, над его реализацией? Есть какие-то планы, наметки? У нас план работы Союза Женщин на этот год только-только к нам поступит. Мы, естественно, с просьбой выйдем к руководству нашего правительства, чтобы они нам дали возможность ознакомиться с планом работы всех министерств. И, конечно, уже будем смотреть и совместно с ними проводить какие-то мероприятия в этом направлении. А в целом планы на будущее каковы? На чем будете работать в первую очередь? В текущем году у нас актуально, конечно, остается помощь участникам специальной военной операции. Но, естественно, хотим больше создать женсоветы в наших поселениях, сделать их более активными. И, естественно, если у нас заработают женсоветы как нужно, как должно, как в других регионах, я считаю, что вот все эти вопросы, которые встают, непосредственно, которые касаются семьи, подрастающего нашего поколения, острые вопросы сегодня, которые есть в нашей республике, они будут сами по себе, прекратят быть актуальными, потому что вот эти женсоветы, женщины, которые будут заинтересованы в решении проблем своего села, они будут задействовать уже и старейшин, и главпоселений, и тогда работа, она будет более эффективной. Ну что ж, Марина Рамазановна, удачи вам во всех ваших делах, успешной реализации планов. Спасибо огромное. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok